Досадно вышло, что я готовил видео про Poison Tab, а снимать буду про другое. И вот почему. Давайте я сначала расскажу, что такое Poison Tab. Это опенсурс проект, созданный энтузиастом для взлома компьютера на Windows и macOS. Для эксплуатации требуется скачать прошивку с гитхаба, иметь Raspberry Pi 0, флешку, Ethernet адаптер для настройки. Короче, обычный стандартный набор для прошивки Raspberry. В завершении вы должны получить очень мощный скрытый инструмент для перехвата кукисов, истории браузера и порой. При этом неважно, пользуется человек компьютером или он заблокирован. Если подключить гаджет к компьютеру, то он определяется как Ethernet устройство, позволяющее перенаправлять на себя весь сетевой трафик. Если вы помните, то я показывал схожую штуку на примере прошивки P4WP1, где на заблокированном компьютере Raspberry может узнать пароль от учетной записи, опять же обманывая систему, что это не USB, а Ethernet устройство. И вот представьте, что вы дома, к вам приходит кореш и говорит, а можно я заряжу свой смартфон от твоего компа? Ну ты такой, да без проблем заряжай. А теперь смотри, берем старый нерабочий телефон, клеим туда малину с прошивкой PoisonTab, и твой в кавычках друг только что получил данные истории твоего браузера и твои пароли. Вот на что способен PoisonTab. И я написал гайд, по которому поставил прошивку, но у меня не поднимается сервак. Поэтому я хочу опубликовать статью, как я это сделал, и опубликовать к ней уже готовый смонтированный образ. Он весит всего 400 мегабайт, так что на любую флешку он встанет без проблем. Если кто-то из вас решит разобраться, как это устранить, то напишите мне в телегу фидбэк решение или отправьте уже исправленный образ, которым я поделюсь со всеми. К тому же вы можете самостоятельно доработать и улучшить этот проект PoisonTab, так как это open source и никаких нарушений авторских прав там быть не может. Это очень хороший эксплойт, и его даже кто-то протестил на Windows 11. Но у меня, к сожалению, нет решения и времени с этим разбираться. Нужно немного подлечить здоровье на протяжении 4 месяцев. И если это всё для тебя звучит круто, и ты такой, «Блин, да я бы помог, но я не знаю нифига из всех этих терминов и настроек», то для тебя я могу кое-что подсказать. Образовательная платформа Skillbox. Если ты давно хотел повысить уровень знаний в IT, то Skillbox будет твоим решением, так как эта образовательная платформа открывает 7-дневный бесплатный доступ к онлайн-курсам и интенсивам. Попробовать себя в новой востребованной профессии можно будет по следующим направлениям. Программирование, игры, дизайн, маркетинг, управление и мультимедиа. Что нужно сделать, чтобы получить бесплатный доступ к этим курсам? Всё очень просто. Выберите интересный вам курс, заполните заявку и ожидайте письма с приглашением в систему обучения Skillbox. Бесплатные модули являются частью полноценной программы. Они позволяют понять, насколько подходит выбранное направление, как проходит процесс обучения и насколько хорошо объясняют преподаватели. Здесь вы познакомитесь с Python, Java, C-Sharp, выберите подходящий язык программирования, узнаете о перспективах разработчика и поймёте, как начать свой карьерный путь. А может вам больше понравится направление тестировщика или Go-разработчика. А если тебе хочется разрабатывать игры, то вы можете узнать, какие специальности есть в геймдеве, на что может рассчитывать новичок на старте и поймёте, чем хотите заниматься именно вы. Познакомитесь с полным циклом производства игр от хай-концепта до издания. Поэтому проведи 7 дней с пользой. Доступ к курсам абсолютно бесплатный. Найди профессию своей мечты в Skillbox по ссылке в описании. И так, про PoisonTab я рассказал и почему мне не получилось всё это реализовать, и мне пришлось импровизировать, и в голову пришла одна интересная вещь. Была тема с заданием получения прав суперпользователя у любого ресурса по ссылке из Google Dorks. Вспомним информацию, что это такое. Google Dork или Google Hacking — это техника для создания запроса в различных поисковых системах для обнаружения скрытой информации и уязвимостей, которые можно обнаружить на общественных серверах. То есть, если говорить простыми словами, то это обычная разведка осинт критических уязвимостей через общедоступные ресурсы, в нашем случае через поисковик Google, который индексирует важные конфиденциальные файлы и конфигурации на серверах. Например, можно найти дырявые камеры и перейти в режим просмотров, обход авторизации или узнать пароль от отминки или иных учётных записей. И самое прекрасное, что всё это ограничивается вашей фантазией и умением правильно составлять подобные запросы. Хороший вопрос. А легально всё это? Да, ведь отправляя свой проект в интернет, ты даёшь добровольное согласие на сбор и обработку данных. И если ты не закрыл доступ к таким данным, то система считает их общедоступными, хотя по факту они могут и являться конфиденциальными. То есть мы можем на них смотреть, запоминать, копировать, и это всё абсолютно легально. Но другое дело, если ты вдруг произведёшь по этим данным авторизацию и нарушишь работоспособность системы, или вдруг уничтожишь сервак, или начнёшь шантажировать человека, это две совершенно разные ситуации и вещи. Теперь вернёмся к заданию. Суть там была такая. Как, имея такой запрос от Google Dorking, получить права суперпользователя на рандомном ресурсе? И я бы не показывал это видео, будь эти уязвимости до сих пор активны. Я ведь не дурак, чтобы портить жизнь какому-то обладателю такого ресурса, который по своей невнимательности вдруг не поставил где-то там галочку и в итоге слил всю информацию от админки в сеть. Ну, образно говоря. И я буду разбирать уже отснятый не мною материал, а взятый с других источников на добросовестном использовании Ютуба. Главное, чтобы не было злого умысла в голове. О! И бескорыстных целей. Первое, с чего начнём, это Google Dork, который на ExploitDB был датирован в 2017 году. И выглядит он вот так. То есть, введя эту команду в поисковой запрос Google, мы видим ряд сайтов. И перейдя на любой из них, можно попасть в директорию. Как вы сами думаете, что опасного может произойти, когда человек может посещать любую директорию, которая есть на вашем серваке? Ну, или там, просмотреть юзеров, которые есть на вашем сервере, чтобы потом к ним подобрать пароль и много чего другого. Вот, к примеру, здесь есть URL боснийской школы. И это просто обычная школа, у которой есть сайт. Однако, у просто обычной школы есть возможность посещения директорий на этом сайте. Пин-тест обычно начинают с команды nmap, для того, чтобы узнать, какие открыты порты у данного ресурса. Видим, что здесь есть два порта. Это 21, 80, ну, которые, возможно, что-то дадут, а, возможно, что-то и не дадут. Но! Сам Google Dork уже нам дает подсказку. Подсказка заключается в URL. А в URL содержится строка VP-контент. Что это такое? Это WordPress. В Kali Linux есть родная утилита под названием VP-сканер. Это сканер уязвимостей на этом движке. И видим, что здесь все более-менее защищено, кроме DDoS-атака. Поэтому можно попробовать по-другому ввести атрибуты для сканирования, например, ну, для того, чтобы узнать, кто выступает там админом. Ну и через какое-то время мы узнаем, что здесь есть три кандидата на должность администратора. Ну, скорее всего, два, потому что первые из них одинаковые. Только вот незадача. Как подобрать пароль? Понятное дело, что VP-скан с этой задачей справится. Но где взять базу? Тут в дело вступает социальная инженерия. Мы знаем название сайта. Мы знаем логины администраторов. Ну и если предположить, что плюс-минус это все будет одинаково, а мы и так видим, что сайт собран на когенке, то, возможно, паролем будет выступать логин. Поэтому давайте попробуем разные варианты написания названия этих слов. Вот, например, кто изучает Python, он без проблем сможет написать такую утилиту. Пусть мы предположим, что паролем будет выступать название сайта. Берем, вставляем, нажимаем Enter. И коль я добавляю просто цифровые значения, пусть их будет три. Мы получаем очень много разных вариантов для подбора, которые мы сохраним в текстовой документ. Хороший вопрос. А как найти админку? В этом тоже поможет программа VP-скан. Дальше, просто указав составленные пароли и имена администраторов, мы получаем такой результат. И действительно, паролем выступало название сайта с добавлением всего лишь трех цифр. Но хочу вам сказать, что эта дырка закрыта. Данная информация была передана их системному администратору, который это все залатал. Правда, по каталогу все равно можно лазить. Давайте посмотрим еще, какие результаты нам выдает Google. Вот, например, следующий сайт. Что это за сайт, я не знаю, но это что-то связано с Индонезией. Кстати, видите вот эти вот однерочки? Вот, вот они только что появились. Сайт уже кто-то взламывал. Кто-то его взламывал, потому что он уязвимый. И тут почему-то указаны какие-то символы. И вроде действительно, он более выделяется по сравнению с другими, потому что здесь как-то все анимировано. Плачевно то, что как государственный ресурс может содержать в себе вот такую обычную дырку? В чем же здесь заключается дырка? Еще раз говорю, мы можем посещать каталог, и это вполне правомерно, потому что у нас есть на это доступ, и это публично, значит проблем никаких не должно возникнуть. Однако, здесь имеется вот такой файл. Что это за файл? В этом файле мы можем встретить администраторов, у которых есть доступ к этому серверу. А мы все прекрасно знаем, что логином выступает значение там, где больше тысячи. Команда nmap, название сайта, покажут, какие имеются открытые порты. Еще раз повторюсь, что я просто комментирую чужую отснятую работу. И в этом объяснении нет ничего секретного. Это знает любой сисадмин. И я вижу, что здесь портов хреново куча. Но самое интересное, что здесь есть SSH. Как подключиться по SSH знают все. Достаточно имени пользователя и знать пароль. Да, пароль. Какой же может быть пароль? Ну а давайте попробуем, как в прошлый раз. Ведем пароль, ну просто наугад. Вдруг имя пользователя и является паролем. Мало ли. Твою мать. Да. Еще раз. Да. Так и есть. Хороший вопрос. Как такое могли допустить? Сторонний пользователь авторизовался в системе, где логин можно было найти в общественном доступе, а порой состоял из обычного логина. А дальше, обратив внимание на старое ядро, можно найти эксплойт. Тем самым, получив права суперпользователя. Информация об этой уязвимости была равно так же передана системному администратору. Неужели все действительно так просто? Просто. Когда ты знаешь, где искать. А давайте сейчас поищем что-нибудь на вот этом сайте. Такое странное название. Stuff.meet.edu. Сначала нужно глянуть вообще, что это такое. Что-то непонятное. Что-то такое странное. Что-то какой-то дизайн. Такой, как будто файловый обменник. Или что-то из, там, начала двухтысячных. А если перейти на главный домен? Вау. Вашу ж мать. Так, надо заблюрить. Блм. Классно. Это же Массачусетский университет технологий. MIT. Вы знаете, да, что такое MIT? Это один из популярных топовых вузов вообще в мире. Это робототехника. Это программирование. Это IT. Блин, я бы там хотел учиться. И да, на его ветке есть такая же возможность посещения директорий. И равно так же можно перейти вот в эту директорию. И посмотреть, неужели здесь тоже указаны пользователи в файле PAS. Да нет, быть такого не может. Да ладно, или может. То есть, такую недоработку и уязвимость можно встретить не просто, где, на первый взгляд, гениальные админы, а также престижного университета. Интересно, что будет, если получить права суперпользователя на серваке университета MIT? Мне кажется, они могут взять на работу или на бесплатное обучение. Но что было дальше, история умалчивает. Но, ребята, я вас хочу попросить, пожалуйста, не трогайте вот такие сайты с таким поисковым запросом. Этих админов и так жалко. И вы сами понимаете, что сайты эти, ну, собранные на коленке и, в принципе, ничего не несут. Не нужно их деструктировать. Если встретите их, то лучше помогите устранить эти уязвимости. Согласитесь, возможно, странное видео, потому что обычно в ССФ разбирают виртуальные машины, а не живые примеры. Но, коль так совпало, что эти видео были на просторах интернета, а разобрать, что, где и как труда никакого не составило, то получился довольно интересный практический материал из наших жизненных недоработок. А подробнее об этой информации вы сможете узнать в нашей личной телеге. Самая большая дыра в интернете находится перед экраном монитора. Поэтому никакой сервер и никакой сайт сам себя взломать не может. Это может произойти только по вине его создателя. По вине вот этого и то, что находится вот здесь. Поэтому учитесь и создавайте прекрасные, защищенные проекты. И до скорых встреч. Всем пока. Если вам понравилось видео, то можете поставить палец вверх и написать длинный комментарий из 6, 7, 8 символов. До скорых встреч. Ребят, если вы вдруг потеряли мой бот для пробива, то на сайте overbuffer1.ru будет всегда актуальная ссылка на данный ресурс. Поэтому проводить разведку можно как раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова